пацаны всем привет на связи юра ласердо сегодня мы с вами разбираем вопрос от подписчика значит парнишка мне написал вк причем он задал свой вопрос в виде голосового сообщения поэтому с вами придет слушать все это дело я конечно поставлю там ускорен это воспроизведение но тем не менее сразу ребятки заваривайте чаёчек кофечка или наливайте бухлишка если такая возможность есть мне вот сегодня что самое длительное барбарис кока-кола как говорится ушла до с российского рынка пепсика все эти компании так что вот поддержим отечественного производителя так как говорится тут у нас гост вкусно все времена сейчас даже не открывал попробуем надеюсь что будет кайфарик холодненько еще и красота начо постоянно одинаково начинать и видосы нахуй надо правильно правильно да ребята это кайфарик всем советуем может не вообще начать обзора снимать на всякие там барбарисы и прочие напитки не мне кажется у меня получится довольно таки неплохо кстати в комментах писали как сделай потише свой вейп ебаный но он не делается потише поэтому не обессудьте потому обдув уменьшай не уменьшай задул блять короче он все равно будет шуметь и это неисправимо к сожалению так что ребята ладно надеюсь все готовы к предстоящему видосом вот чё поехали и так значит слушаем первое сообщение вот парень мне написал я с ним раньше не общался поэтому имеем что имеем давайте поехали так здорово лосерда на днях наткнулся на твой канал и очень даже мне зашел канал потому что ты действительно рассуждаешь на болевшим о том то что очень многих пацанов бесит вся вот эта вот шляпа на воду да то что там в основном на контакт идут какие-то стрёмненькие девушки я хочу некоторые вопросы задать как бы у меня с одной стороны с девушками все заебись но с другой стороны вообще никуда не заебись я страдаю первое что у меня с ними заебись то что я вообще на изи могу развести на секс на первой встрече вообще очень-очень часто у меня такое было но проблема заключается в том что у меня жестко зависит моё эмоциональное состояние от взаимодействия с девушками то есть неважно с какой-то я вот уже встретился или пока еще только переписываюсь договариваюсь о встрече если я получаю какое-то такое сообщение которое меня радует у меня настроение вверх но если я получаю отказ или что-то хуёвенькое мне девушка пишет у меня сразу же вниз настроение и вот эти вот скачки они просто блять меня сводят с ума то есть у меня сейчас вообще бездет завышенная либидо я дохуя вообще знакомлюсь и эмоциональное состояние полностью зависит от баб при этом я понимаю мозгом то что я вообще легко с другой познакомлюсь если с какой-то что-то не выйдет но все равно с каждой девушкой когда общаешь вот так скачет настроение вот что можешь посоветовать чтобы как-то более эпохуистично реагировать на неудачи я думаю этого достаточно будет да там был смешной момент мозгом играет понимает мозгом кто помнит такой видос был а ну кто его не помнит эти знаете дед дед обама который об эмо нахуй мне хорошему человеку заплатить чтоб тебе пулю в мозгу вгибал это заткнулся но да ладно это все конечно смех смехом в общем я надеюсь вы поняли да чувака следующая проблема что когда девчонки ему пишут что-то не то я так понимаю подразумевал что когда девчонки сливаются от него то у него падает настроение да до этого парень в самом начале сказал что он без проблем значит может переспать девчонка на первом свидании дохуя знакомиться и все в таком духе но тем не менее если девчонка сливается его это расстраивает так вот что я могу сказать дружище если тебе это расстраивает это лишь значит что тебе нужно еще больше и больше знакомиться почему тебя это расстраивает Почему у тебя скачет, как ты говоришь, эмоционально это настроение, да? Потому что для тебя все-таки каждая девчонка имеет какую-то определенную значимость. То есть, например, вот у меня, я не хочу, это не выебоны, если что, да, но я просто говорю про себя. Если говорить про меня, то у меня есть, например, несколько девчонок, моих хороших подружек, с которыми у нас хорошее отношение, мы общаемся, да, и в принципе, если мне скучно вечерком, да, я могу позвонить, сказать, малыш, давай, не знаю, проведем этот вечер вместе, поужинаем, да, посидим, посмотрим кинцо. И в этом плане девчонки меня любят, я люблю их, вот, у нас в этом плане все взаимно, и я могу с какой-то из этих девчонок, например, провести вечер. За счет этого, если, например, в этот день я днем знакомлюсь с девчонкой, она меня сливает, мне похуй. Если я познакомился с 10 девчонками, меня слили 10 девчонок, мне похуй, вот, потому что у меня всегда есть мои хорошие подружайки, с которыми я могу затусоваться, да, и в принципе все окей, вот. И в этом плане для того, чтобы эмоционалка не скакала у тебя, у тебя должен быть всегда выбор, всегда должны быть какие-то запасные варианты, скажем так, да, то есть, чтобы ценность каждой конкретной девушки, она для тебя, ну, была минимальна, да. В данном случае я, конечно, как сказать, я тут посмотрел на этого парнишка, когда я скажу, что парень реально, ну, понимает, что он делает, реально немножечко разбирается в плане пикапа, вот, и в этом плане просто нужно делать больше-больше подходов, больше знакомств и, соответственно, заводить вот такие вот, скажем так, дружеские отношения, да, ну, дружеские в кавычках, естественно, секс по дружбе, как бы, это нормальная тема, вот, для того, чтобы тебя это не расстраивало, по сути, это весе предуспеха, потому что сам посуди, дружище, если, например, если, например, у тебя есть в запасе на пару девчонок, да, с которыми ты можешь тусануть неплохо, да, вот, которые тебя хотят, то какой вообще, ну, типа, в чем прикол расстраиваться, ты не будешь из-за этого расстраиваться, ты, скажем, с какой-то девчонкой общаешься снова, ну, сливайся, сливайся, хуй бы с ней, написал тебе что-то не то, да пошла нахуй, по большому-то счету, вот, если у тебя есть запасные варианты, тебе реально плохо, а если запасных вариантов нема, и в этом плане это твой единственный вариант, да, я имею в виду на конкретный день, то есть, вот, например, сегодня, да, сегодня у тебя это единственный вариант, и девчонка, она сливается, естественно, у тебя настроение падает, чтобы она не падала, должно быть, да хуя, девчонок, надеюсь, максимально понятно все объяснил, это первое, второе, что скажу, есть такая волшебная штучка, значится, называется Афабазол, вот эта упаковка, тут 60 таблеточек, она стоит 500 рублей, в каждой аптеке есть, продается без рецепта, это успокоительно, тут написано даже, при тревоге и стрессе, так вот, ты покупаешь такую волшебную коробочку, и кушаешь по 3 таблеточки в день, на месяц тебе нужно 2 упаковки, это 1000 рублей и того на месяц, и в этом плане у тебя вообще такое пахуистичное настроение, просто кайфарики, ну вот, например, у тебя там что-то, не знаю, вот я, например, хорошо, я, например, люблю играть в компьютерные игры, естественно, в компьютерных играх в команде у тебя постоянно попадаются конченые долбоеба, правильно, правильно, кто ебашит там в КС, даже, я не знаю, там, какие-то командные игры, меня поддержат, конечно же, 100%, и, соответственно, ты обычно горишь, ты вот так вот мышкой стучишь там, я не знаю, по столу, или бьешь кулаком по клавиатуре, да, я думаю, все так делали, ну, выпиваешь эти таблеточки, значит, точнее, пьешь их стабильные, у тебя это проходит, ну, ты такой сидишь, думаешь, ну, проебал и проебал, ничего страшного, поэтому, дружище, афабазол нормальная тема, я тебе искренне рекомендую, и, в принципе, всем ребятам я рекомендую, у кого есть какие-то проблемы с тем, что у тебя там жопа горит постоянно, еще что-то, афабазол реально работает, и мне очень нравится, я знаю, что есть люди, которые, в принципе, хуево относятся ко всем таблеткам, дело ваше, можете не пить никаких колес, но лично я считаю так, что если у тебя болит голова, то проще выпить таблеточку, и все пройдет, и кайфовать дальше от жизни, нежели чем из принципа не пить никакие таблетки, и мучиться ждать, пока пройдет головная боль, головная боль, да ну и нахуй, такой расклад, да, я надеюсь, в этом плане все понятно, значит, первое, больше девчонок тебе нужно, что прям до тошноты, да, как говорится, было куча девчонок до тошноты, вот, и второе, это попробуй попить таблеточки, значит, дальше тут парнишка скинул, получается, переписку с одной девчонкой, и вот мы сейчас с вами услышим подтверждение того, что я оказался прав, да, он скинул, короче, переписку с девчонкой, по сути тут, как бы, ничего особенного в этой переписке, вот, она ему единственное, что скинула, фотку своей жопы голой, значит, фотку своих сисек, да, там, тудема-сюдема, я не буду сюда это выкладывать, естественно, YouTube меня за это дело по жопе отшлепает, да, настучит, кстати, если интересно, пацаны, могу сделать группу в Telegram, сейчас, ну, типа, у всех есть группа в Telegram, хули, я могу, в принципе, если вам интересно, тоже ее сделать, я буду скидывать вот такие вот фотографии, да, примеры переписок, ну, вот, от подписчиков, может быть, от себя что-то, буду скидывать группу в Telegram, если вам это интересно, пожалуйста, напишите в комменты, но, ребят, как это сказать правильное, если будет мало народу, не обессудьте, ну, мало желающих, я имею в виду, я не буду это делать, потому что мне, блядь, волом, честно, Но Типа, нужно, мне кажется, создавать группу Чтобы был прям пиздатый актив Чтобы постоянно пацаны общались А так создавать, чтобы там было 5 человек Ну я нахуй Так что, пацаны, если что, не обессудьте Но пишите, реально могу сделать Если прям будет много желающих, я сделаю Итак, в общем, переписка с девчонкой Где она ему скидывает голую жопу Значит, фотку сисек И вот дальше сообщение от этого парня Уже конкретно мне Опять же голосовое, слушаем Вот, кстати, пример Очеркного пикапа В моей жизни И типа, блядь, все так охуенно Мне очень понравились И вот эти фоточки А, блядь, в итоге сегодня Она должна была приехать ко мне в гости Мы договорились вчера И она просто мне пишет с утра Что к ней приезжает друг из Москвы Как она про него рассказывала Это реально какой-то друг, ты знаешь, песик Из френдзоны Потому что она говорит, что она очень ее поддерживает Он специально к ней из Москвы приехал Вот И поэтому, типа, она сегодня с ним будет вот везде И, блядь, я так обломался, знаешь Эмоциональное состояние Вынес нахуй Во-во-во Про что я и говорил Видишь, ты почему обломался Потому что у тебя нет других вариантов, братишка Если бы у тебя были другие девчонки Хотя бы одна другая девочка Которой бы ты позвонил И сказал бы Малыш, а ты знаешь, я сегодня вечером свободен Давай я тебя встречу Там заберу после работы, например, да Или давай, я не знаю Вызову такси, приезжай Попьем винишко Ты думаешь, ты бы расстраивался И никто бы, блядь, не расстраивался Это, в принципе, вполне логично И, как бы, это все руководство Здравым смыслом Поэтому, друг, что я тебе могу сказать Ищи больше девчонок Знакомься больше Поддерживай с ними отношения На самом деле, это очень частая проблема Очень многих парней Которые начинают заниматься пикапом Знакомиться с девчонками Что они познакомились с девчонкой Один раз с ней переспали И дальше не поддерживают никаких контактов Но это немножечко бредово Это немножечко, скажем так, непродуктивно И вот приводит как раз-таки Чаще всего к таким ситуациям Когда ты постоянно знакомишься С новыми, с новыми, с новыми девчонками А никакой, типа, подушки безопасности Да, никаких запасных вариантов у тебя нет И это супер хуёво Вот так вот, ребята Я надеюсь, вы со мной согласны Так что, у кого такие же проблемы Опять же, общайтесь с девчонками Не просто ебитесь, а еще и общайтесь Это важно Это, скажем так, ну Намного проще так жить Нежели чем Переспал с девчонкой И потом Забил на нее хуй, да И все, и больше с ней не общаешься Вот, так что, ребятки Что? На этом, пожалуй, все Что тут еще говорить По сути, говорить-то не хуй Пишите свое мнение в комментариях Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Если этого еще не сделали Колокольчик, конечно же Не знаю Ну, если YouTube забанят Ну, что уж поделать Не знаю Может быть, через VPN будем сидеть Хуй Как очень мне похуй Просто сейчас В последнее время Все говорят, типа, знаете, там YouTube забанили Ну, можете добавить мне В друзья ВКонтакте, ребят Может быть Если забанить YouTube Я буду ВКонтакте Короче В общем и целом Все, спасибо за просмотр, пацаны Я с вами на этом прощаюсь Пейте Барбариску Всех обнял Всем удачи Пока Все, кто смотрит Лос-Эрда Все подписывайтесь на Лос-Эрда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok